Одинаковые шары массой 0,4 кг каждый движутся со скоростями, показанными на рисунке, и при столкновении слипаются, чему будет равен суммарный импульс шаров после столкновения, если v1 равняется 4 м в секунду, v2 равняется корень из 2 умноженное на v1. Для начала запишем дано. Масса первого равняется массе второго, и все это равняется массе m, равной 0,4 кг. Скорость первого равняется 4 м в секунду. Скорость второго равняется корень из 2 умноженное на v1. Найти конечный импульс. Про конечное неизвестно. Сделаем схематический рисунок. Напишем закон сохранения импульса по оси у х и по оси у у. По оси у х начальный импульс равен конечному импульсу. По оси у у также начальный импульс по оси у равен конечному импульсу по оси у. Чтобы найти конечный импульс слипшихся шаров, мы должны воспользоваться теоремой Пифагора в треугольнике АВС. Тогда квадрат конечного импульса будет равняться конечный импульс по оси Х плюс конечный импульс по оси У в квадрате. Выразим отсюда конечный импульс. Тогда конечный импульс будет равняться корень квадратный конечный импульс по оси Х в квадрате плюс конечный импульс по оси У в квадрате. Тогда у нас получается, что П конечное будет равняться корень квадратный конечный импульс по оси Х мы можем заменить на начальный импульс по оси Х. Ранее мы это объяснили. Тогда у нас получается П начальное Х квадрат плюс П конечное У. П конечное У мы также можем заменить на P начальное Y, плюс P начальное Y в квадрате. Найдем угол КТЛ. Угол КТЛ будет равняться 135 градусов минус 90 градусов, так как ось его X и его Y пемпендикулярны. Посчитав, получаем 45 градусов. Рассмотрим треугольник КТЛ и напишем косинус угла 45 градусов. Косинус 45 будет равен отношению прилежащего катета на гипотенузу. Это V2X деленное на V2. Выразим отсюда V2X. V2X равняется V2 на косинус угла 45 градусов. Преобразуем. V2 заменим по условию на корень из двух V1, а косинус 45 градусов это корень из двух на два. Посчитав, получаем V1. Напишем синус угла 45 градусов. Синус 45 градусов будет равняться V2Y деленное на V2. Выразим отсюда V2Y. V2Y будет равняться V2 на синус 45. Преобразуем. V2 это корень из двух V1, умноженное на синус 45. Это корень из двух на два. Посчитав, получаем V1. Найдем поначальное X и поначальное Y для того, альтернатива конечное. П начальное X будет равен сумме импульсов по оси УХ в начальный момент времени. То есть это M2 умноженное на V2X плюс M1 V1X. Начальная скорость по оси УХ для первого тела будет равняться нулю. Таким образом, P начальное X будет равняться M2 умножить на V2X. V2X мы ранее нашли. Это просто V1. Заменим M2 на M, как ранее мы записали в условиях. Получается M V1. Рассмотрим начальный импульс по оси У. V начальная по оси У будет равняться сумме импульсов по оси У. M1 V1 минус M2 V2Y. Минус M2 V2Y, так как V2Y направлена против оси У. Преобразуем. Получается, массу M1 мы заменяем на M, V1 минус массу M2 мы заменяем на M, а V2Y мы ранее нашли. Это просто V1. Посчитаем. Получается 0. Таким образом, конечный импульс наших шаров будет равняться начальный импульс по оси Х в квадрате. Это M, V1 в квадрате. Ранее мы его нашли. Плюс начальный импульс по оси У в квадрате. Это 0 в квадрате. Ранее мы его нашли. И все это под корнем. Преобразовав, получаем M, V1. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Посчитав, получаем, что проконечное равняется 1,6 кг на метр, деленный на секунду. Запишем ответ. Конечный импульс шаров проконечное равняется 1,6 кг на метр, деленный на секунду. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.